Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. В литургии на Арабском в Одессе состоялось богослужение для христиан-беженцев из стран Ближнего Востока. Дети в храме и праздник для юных прихожан состоялся в пасхальные дни в Киевском Свято-Преображенском монастыре. Я его руки, а он мои глаза, о людях с ограниченными возможностями, которые высадили в своем родном городке 10 тысяч деревьев. Благая весть не знает границ. В минувшее воскресенье в Южной столице по благословению митрополита Одесского и измаильского агафангела служили божественную литургию для арабской общины. Службу возглавил священник, который многие годы нес пастырское служение в странах Ближнего Востока. А сейчас является клириком Одесского Свято-Троицкого собора и духовником православных арабов города Одессы. Во время богослужения все молящиеся в храме смогли исповедаться и исполнить церковные песнопения на своем родном языке. Подробнее расскажет Наталья Марчук. Ближний Восток – родина христианства. Его храмы и общины имеют двухтысячелетнюю историю и намного старше церквей Европы, Америки и других уголков мира. И несмотря на это христианство здесь рискует исчезнуть. Сегодня христиане Ближнего Востока переживают настоящий геноцид. Сотни тысяч верующих покидают этот регион и ищут пристанище за границей. Новой родиной для многих арабов-христиан стала и Одесская земля. В Южной Пальмире для православных арабов Одесская епархия определила священника, который по духу очень близок к народу Востока. Протоиерей Андрей Пронин в течение 10 лет являлся векарем Карфагенской епархии. Окормлял паству в Марокко, Алжире, Мавритании, Тунисе и Ливии. Теперь отец Андрей – духовник арабской общины Южной Пальмиры. На минувшей седмице в Одесском Свято-Ильинском мужском монастыре для арабов он провел божественную литургию. И вот сейчас второй раз мы послужили здесь, в этом храме. Порадовались, сказали друг другу Христос Воскрес, совершили божественную литургию и причастились. И вы, как видели и слышали, что мы служили частично на церковнославянском, частично на арабском языке. Божественная литургия правилась на двух языках, а исповедь проходила на трех – русском, английском и также арабском. Члены общины с большим воодушевлением принимали участие в богослужении и хором исполняли на родном языке все церковные песнопения. Мы сначала начали просто собирались, читали вечернюю молитву и все. И вот, слава Богу, я честно чувствую себя дома, когда мы служим в литургии. Многим сложно церковные слова, поэтому есть возможность молиться Богу на арабском, чтобы лечить духовное благословение. И мы благодарим метроболитов Ангела, Владыка, за то, что он нам дает такую возможность. Это действительно для любого араба православного, который живет на Чужбине, очень важно, потому что, когда он приходит сюда и службы проходит, хотя бы частично на арабском языке, он как бы погружается в свою родную среду. И это очень важно, потому что люди тоскуют по родине, люди тоскуют по своим традициям, обычаям. Всего в общине около 50 человек. Все они выходцы из стран Ближнего Востока. В основном из Сирии, Ливии, Ирака, Иордании и Палестины. Некоторые регионы этих стран и сейчас охвачены войной, поэтому все их молитвы сегодня о мире. Чтобы был мир и у нас здесь дома, и там здесь дома, и чтобы любое искушение, которое Господь попускает, чтобы оно было нам победу над грехом. Этот день, говорят верующие Одесско-арабской православной общины, они не забудут никогда и будут стараться не пропускать богослужения на арабском языке, которые в Одесской епархии станут регулярными. Поэтому, вопреки всем испытаниям, благую весть они понесут и на Одесской земле. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. Дети – наше будущее. Для них мы готовы отдавать все самое лучшее, что у нас есть. И самое ценное, что мы можем пожертвовать, для них – это наше время и наше внимание. В один из пасхальных дней насельники Киевского Свято-Перебраженского монастыря устроили для детей области настоящий праздник. На нем побывала и наша съемочная группа. Храм Спаса-Перебраженского женского монастыря переполнен. Сегодня здесь необычное богослужение. Вот слышен детский голос, читающий деяния святых апостолов. А вот серебряными колокольчиками звучит хор – детский. И большинство присутствующих в храме – тоже дети. Сегодня в обители – праздник для детей. Началось все с богослужения. А дальше все, как на настоящем торжестве. Подарки, угощения и развлечения. Дети играли в игры, а еще пели, читали стихи. Очень понравился гостям кукольный спектакль. Подготовили его тоже дети со своими родителями. Задумка у нас просто была такая, чтобы в наших детках, в сердцах наших именно детей, нашлась крупица, хотя бы крупица любви, которой они бы хотели поделиться со всеми детьми. Ну вот даже вот эта моя дочь в голубом платье. Вот ради этой минуты стоило вообще трудиться, отрываться от каких-то земных наших будничных дней, чтобы дети общались и не забывали нормальное, здоровое общение. Для юной актрисы Маши это первое выступление. Говорит, было волнующе, но очень интересно. Страшно было. Ну, а потом нормально. На праздник монастырь пригласил детей из семей местных прихожан, а также мальчиков и девочек из Киева и других городов. Усыновленных детей, детей из детских домов семейного типа, среди приглашенных и Елена Малафеева. В монастыре она впервые. Говорит, что впечатления очень приятные, как и у ее сыновей. У меня детей не было, и мы с мужем решили усыновить ребенка. И так случилось нечаянно, что к нам вот Ярославчик с братиками попросился. У них мама умерла. И я решила всех троих забрать. Вот у меня теперь трое детей появилось. На празднике нам понравилось. Интересно, и дети очень красиво поют. Ярославу тоже очень понравился праздник. Под дарунки, там, криято. Дети даже грань спевают. Ну, чуть-чуть на ушеде все. И как здесь усидеть, когда такая хорошая погода? А вокруг цветы, деревья и птицы. Спасопреображенский женский монастырь находится в живописном месте. Когда-то здесь был детский санаторий. В 2003-м полуразрушенное заведение передали киевской метрополии. С тех пор здесь началась монашеская жизнь. Обитель с самого начала опекала детей. При монастыре уже несколько лет действует летний детский лагерь. А в будущем на территории обители планируют открыть детский хоспис. Бог подсказывает, что санаторий может зажить новой жизнью. Монашеская среда остается, но на территории монастыря могут быть дети. Больные, которые нуждаются не только в медицинской, но и в духовной опеке. Обитель помогает всем, кому необходима помощь. С искренностью, сердечным теплом и большой любовью. А дети эту любовь особенно чувствуют. Сегодняшний праздник надолго оставит след в их душах. Юрий Грязнов, Наталья Дробязко, город Киев. Никогда нельзя сдаваться и опускать руки, потому что Господь помогает тому человеку, который сам является деятельным. Два инвалидов китайской провинции Хэбэй хорошо понимают эту истину. Один из них в 2000 году потерял зрение, второй еще в детстве вследствие травмы лишился обеих рук. Но, несмотря на физические ограничения, они не утратили способности радоваться жизни и приносить пользу окружающим. 13 лет назад инвалиды объединились для того, чтобы улучшить экологическую обстановку в своем городке. За прошедшие годы они сумели посадить там более 10 тысяч деревьев. Каждое утро они отправляются выполнять свою миссию. Теперь вдоль берега реки стараниями друзей появились тысячи ив. Каждую весну сюда прилетают птицы и радуют жителей этой местности. И два друга упорно продолжают трудиться и утверждают, главное не сдаваться. Далее в программе обзор новостей православных сайтов с ним вас ознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! На этой неделе православные сайты разместили много интересных публикаций. На некоторые из них мы хотим обратить ваше внимание. А начнем с вопроса о том, насколько полезно смотреть новости и быть в курсе всех событий. Сегодня время интенсивного развития электронных и информационных технологий. Человек должен знать, что происходит в государстве, в мире, в социуме. От этого напрямую зависит его общественная позиция, а возможно и безопасность его самого и его семьи. Как научиться фильтровать новости и не верить 100% на всему, что говорят с голубых экранов и на интернет-страницах, подсказывает иерей Андрей Чиженков, публикация которой разместил портал «Православная жизнь». Можно ли с помощью искусства прийти к Богу? Если мы посмотрим труды отцов церкви, то увидим в них очень много жестких обличений тех явлений человеческой жизни, которые относятся к сфере искусства. Театра, танцев, светской музыки, светской поэзии, живописи, литературы. Ведь культура, во-первых, преуспела в изображении зла и страстей, во-вторых, оказалась неспособной адекватно отражать духовные реальности. Но тогда почему же люди на протяжении всей истории цивилизации пытаются нащупать проблески гармонии в этом мире и пытаются выразить их в музыке, живописи и литературе? И можно ли с помощью искусства прийти к Богу? Разобраться в этом вопросе поможет публикация на сайте Союза православных журналистов. Семь самых распространенных вопросов о церковном взгляде на брак. Как церковь относится к живущим гражданским бракам? Почему православные браки распадаются так же часто, как и обыкновенные? Существует ли особое таинство на развенчание брака, после которого можно венчаться еще раз с другим человеком? На эти и другие вопросы ответы ищите в статье, которую разместил интернет-дайджест для всех «Душа». Самые распространенные мифы о здоровом образе жизни. Основные тренды современности – отказ от вредных привычек, переход на правильное питание и интенсивное занятие спортом. Однако оказывается, многое, что мы знали о здоровом образе жизни, является заблуждением. Исследования, которые проводили ученые со всего мира, показали неэффективность некоторых правил идеального способа существования. Каких именно – читайте на сайте познавательно. Читайте и узнавайте много интересного. С новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю. Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска о таких событиях. Детские голоса и камерный оркестр. В Днепроветровске на острове Классики выступили детская хоровая капелла «Дзвеночек» и ансамбль «Артыхата». Чем удивили музыканты? Они не заслужили забвения, как помочь одиноким пожилым людям. Древние артефакты и новые технологии знаменитой «Свитки мертвого моря» стали доступными в интернете. Одинокая старость – всем бедам беда. Эти слова, сказанные древнегреческим драматургом Софоклом, нисколько не устарели и в наши дни. Значительная часть людей старшего возраста живут в семьях, однако 24% пожилых людей живут одинокими. И это, конечно, серьезная проблема. А некоторые из них вынуждены доживать свою жизнь в одиночестве даже при живых родственниках. Как помочь им и изменить ситуацию? В этом разбиралась Светлана Карташова. Для Валентины Архиповны Нестеровой война – часть ее биографии, ее детство. Меня застала война бомбежкой в городе Николаеве, там, где я родилась. Там у папы был дом. Ей было 9 лет, когда война заставила ее с матерью эвакуироваться на Северный Кавказ, где в госпитале девочка решила помогать раненым. Да, работала, писала письма тем, кто раненый был в госпитале. Больше того, они думали, что я такая взрослая, один был человек с повязками на глазах, так всегда говорил, я вот поправлюсь и женюсь. Красиво и без ошибок. Писавшая письма раненых Валентина уже тогда почувствовала, что будущая профессия сама ее нашла. Отец, тетя, старшая сестра, все учителя. И, вернувшись с Северного Кавказа, Валентина помогала своим любимым педагогам. Именно в родном Николаеве 12-летняя Валя услышала о победе. О, граммофон, огромному громкоговорителю, черному, объявили, что окончилась война. Валентина, продолжая династию учителей, окончила Николаевский институт. Преподаватель русского языка и литературы, она приехала в Севастополь и полностью посвятила свою жизнь профессии учителя. В альбомах, которые она бережно хранит, фотографии студентов, для которых была и экскурсоводом в любимом Севастополе, и учителем, и другом. Мы индонезийцы здесь работали и жили. Здесь же были военные индонезийцы. Город был закрытым полностью. Очень-очень хорошо ко мне относились. И я была в Индонезии, русскому языку учила. Трудовая книжка говорит о 33-х годах стажа. Вообще их 50. Даже получив инвалидность, Валентина Архиповна трудилась. Любимая профессия стала тем, вокруг чего вращалась ее жизнь. В Севастополе у Валентины Архиповны родились три дочери. Как так получилось, что теперь они забыли о ней, не понимает. Жизнь разметала всех по разным городам, и прерванное отношение восстановить пожилой женщине не удается. И не знают ничего обо мне. Я не знаю, где они, что с ними. Они не знают обо мне. Но Валентина Архиповна не теряет надежды, что ей помогут решить проблемы, обратившись к уполномоченному по правам человека. Ведь самое страшное – годы войны она смогла пережить. И дожить до 83-х лет. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым. Встречи с островом классики ценители высокой и прекрасной музыки всегда ждут с особым нетерпением. Очередной концерт любимого жителями Днепропетровска музыкально-культурологического проекта стал рекордным за всю его многолетнюю историю. На закрытии концертного сезона организаторы пригласили сразу два многочисленных коллектива – камерный ансамбль «Арты хата» и детско-юношескую хоровую капеллу «Дзвеночек». Для выступления в Днепропетровск приехали 48 юных исполнителей и 15 взрослых музыкантов. О том, чем они удивили и порадовали зрителей – в нашем сюжете. Они с волнением и робостью выходят на сцену, как никто другой улыбаются залу и неловко кланяются. Но ни одному взрослому артисту недоступна та мера искренности и открытости, которые с такой легкостью покоряют зал маленькие артисты – детско-юношеская хоровая капелла «Дзвеночек». За плечами этого коллектива серьезные музыкальные смотры и форумы, поездки за рубеж, участие во всех самых значимых концертах и фестивалях. И многие-многие растроганные, удивленные талантом и мастерством юных музыкантов – слушатели. На острове классики эти артисты выступают впервые. Здесь они представляют большую концертную программу. Все серьезно, никаких шуток. Поют произведения Баха, Моцарта, Бортнянского и Рахманинова. Вы знаете, у меня самого было такое огромное желание создать в городе Днепропетровске хоровую капеллу, но так, чтобы она звучала профессионалом, чтобы не было никаких сомнений, что это на высоком уровне. У меня, скажу, это не получилось. Но получилось другое, что мы создали все необходимые условия для того, чтобы на остров классики привезти хоровую капеллу «Дзвеночек». Вот, они поют отменно. Это высокий класс. Тут в профессионализме нет никаких сомнений. А какое созвучие «Дзвеночка» и камерная ассамбля «Артыхата». Это вот что-то нас возвышает ввысь. Как говорят сегодня «Радость моя Христос Воскресе», вот это состояние, и музыка дает. Дает состояние радости, благости, потому что дети поют. Это как ангелы, как говорят, это божественная музыка. «Дзвеночек» – это настоящая хоровая школа, объединяющая более 200 певцов от 6 до 35 лет. Этот хор был создан еще в 1966 году в Киевском дворце детей и юношества. Он имеет огромное количество поклонников и собирает переполненные концертные залы не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Репертуар капеллы составляют произведения мировой классики и духовной музыки. От всеночного бдения Сергея Рахманинова и духовных концертов Бортнянского до кантат Иоганна Себастьяна Баха. От американских спиричиос и госпол до украинских народных песен. В последние годы хор записал пять альбомов. Неоднократно выступал в Киевской филармонии, а также в Германии, Италии, России, Словакии, Австрии, Чехии. Особенно запомнилось выступление в соборе Святого Петра в Риме. Говорят, петь в таком храме – большая честь. Объездили мы очень много городов уже. Я не могу сказать, что мне больше всего понравилось. У меня в каждом городе свои преимущества. Для этих ребят музыка является повседневной жизнью. С малых лет им знакомы многочасовые спевки, репетиции, изучение музыкально-теоретических дисциплин и, безусловно, живое познание христианской веры. Занятия у нас три раза в неделю. Сразу после школы я еду на хор, и мы занимаемся. Два часа на рабочей неделе и три часа по воскресенью. Они приходят сюда со всем малышами, набираются опыта и, повзрослев, поют уже в старшем составе хора. Тимофей занимается здесь с пяти лет. Сегодня ему 18. Музыка в его жизни – уже профессия. Я сам музыкант. Я учусь, правда, не на хориста, а на пианиста в Институте музыки. Так что это помогает. Это, скорее, как дополнительное развитие, очень-очень даже желательное. Многие педагоги даже одобряют это, что оно развивает и гармонический слух очень хорошо, и помогает музыкальному развитию всеобщего. А вот это сквони, пожалуйста, в голову, чтобы я понимал. Эпи. Хор – это особый уникальный инструмент в руках дирижера. Художественный руководитель коллектива – заслуженный артист Украины Рубен Толмачев. Он – доцент кафедры хорового дирижирования Национальной музыкальной академии Украины, победитель всеукраинского конкурса хоровых дирижеров, руководитель и аранжировщик вокального коллектива «Мансаунд». Выступление этого коллектива хорошо помнят зрители «Острова классики». Оба коллектива, и «Мансаунд», и «Звоночек», которые были представлены здесь на «Острове классики» в разные годы, это то, чем я занимаюсь уже больше 23 лет. Как-то вот на первом курсе консерватории я попал работать и в хор, и через год, даже не через полный год, создался «Мансаунд». И вот с тех пор уже 20, в следующем году будет 25 лет, как я работаю в хоре, и 23 года, как существуют «Мансаунд». Поэтому они, конечно, не единственные, но для меня это такая дуалистическая монархия. В общем, я серьезно занимаюсь этим, кроме педагогической деятельности. Рубен Толмачев много лет преподает в Киевской консерватории, а также в музыкальном училище имени Глиера и педагогическом университете. Успевает все и всегда находит общий язык со своими подопечными. Как-то так Господь управил, что я сразу нашел нужный тон. Мне кажется, это вообще единственный возможный тон, когда ты работаешь с детьми. Ни в коем случае нельзя говорить с ними сверху вниз. Мы всегда общаемся, вы артисты и я артист. Мы вместе выходим на одну и ту же сцену и вместе делаем одно и то же дело. С концертным составом капеллы работают хармейстеры Жанна Бугай и Анастасия Погребная и концертмейстер Наталья Наконечная. Задача педагогов – обнаружить добрые свойства и стремление души каждого ребенка, а затем поддерживать и направлять их. Большинство из деток не занимаются музыкой профессионально, поэтому они очень-очень горят. Многого достичь, скажем так. Понять это, разобраться в этом, разобраться в партитуре, читать ее, понимать, что композитор зашифровал между нотами, а не только в каких-то аккордах. И вот мы им в этом помогаем. Когда они это начинают понимать, вы себе не представляете, насколько они растут ментально. Коллектив обладает не только великолепным разнообразным репертуаром, но также и профессиональной исполнительской манерой, которая позволяет современной международной аудитории по-новому услышать и прочувствовать, как богослужебные песнопения разных веков, так и классические произведения известных композиторов. Они все понимают, что только трудом, и если нужно это многократным повторением, можно добиться идеального результата. Я так думаю, что они становятся благодаря хоровому коллективу более культурными, более талантливыми, конечно же. И видят мир, это очень замечательно. Немецкий писатель Жан Поль говорил, что музыка подобна вздоху ангела в душе человека. Звучание неповторимых тембров детских голосов в сочетании с глубоким, наполненным звуком музыкальных инструментов камерного ансамбля арт-эхата еще одного гостя острова классики производило неизгладимое впечатление на слушателя. Хоры и оркестр звучали как один инструмент, который едиными устами, единым сердцем славил Господа. Ну мы не церковный хор, просто лучшая музыка на земле написана о Боге и для Бога. Так было и 200 лет назад, и 300 лет назад, так есть и сейчас. Поэтому, конечно, наверное, 70% нашего репертуара это так или иначе музыка на литургические богослужебные тексты. Отчасти потому, что мы, в общем, верующие люди, конечно, а отчасти потому, что это гениальная музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вслушиваясь в детские голоса, вспоминаются слова композитора, хорместера и просветителя Струве. Хор – это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном дыхании. Общество, в котором важно услышать другого и прислушаться друг к другу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Следующая встреча на острове Классики состоится уже осенью. В октябре организаторы обещают порадовать зрителей новым сюрпризом. Анна Ригульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск. Знаменитые кумранские рукописи, известные также как «Свитки Мертвого моря», теперь может увидеть каждый желающий, используя глобальную сеть. Иерусалимский музей Израиля с помощью компании Google оцифровал и выложил в интернет пять наиболее интересных манускриптов из собрания, подтверждающего аутентичность Библии. В их числе оказалась книга пророка Исаия, храмовый свиток, свиток войны, комментарии пророка Аввакума и устав общины. Изображения свитков выполнены в очень высоком разрешении, что позволяет рассмотреть даже мельчайшие фрагменты этих документов. Кроме того, нажав на фрагмент текста, можно тут же увидеть его перевод на английском языке. Публикация документов позволит историкам углубить знания о Библии, обстоятельствах, сопутствующих ее написанию, и истории еврейского государства. В данный момент рукописи хранятся в Музее Израиля и недоступны для тщательного изучения всеми заинтересованными специалистами. Напомню, что кумранские рукописи были найдены в конце 40-х годов прошлого века пастухами в пещерах на северо-западном берегу Мертвого моря. В них содержатся ранние копии книг Библии, а также религиозные тексты времени, предшествующего рождению Христа. На данный момент кумранские рукописи являются самыми древними манускриптами, содержащими тексты Библии из доступных для изучения. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова